Привет, друг! У меня есть пара минут, чтобы рассказать о главных новостях популярной культуры на сегодня. Поехали! EA выкупила Respawn Entertainment, создателей Titanfall. Теперь студия работает над тремя проектами – новой игрой по Звездным Войнам, некой VR-игрой и Titanfall 3. Есть теория, что Vistral Games, авторы Dead Space были закрыты только для того, чтобы издатель мог купить Respawn. Дело в том, что корейская компания Nexon уже предложила сделку студии. Однако у EA было право в течение месяца перебить предложение своей ценой, что она и сделала – закрыла Vistral Games, а освободившиеся средства направила на покупку студии. Тим Килпин, один из директоров Activision Blizzard, одобрил идею съемок полнометражного фильма по мотивам Overwatch. Он верит, что, как и киберспорт, экранизация положительно скажется на популярности и продажах игры. Но если она и будет, то еще не скоро. Во-первых, компания будет жестко проводить контроль качества, снимать спустя рукава они никому не дадут. Во-вторых, сейчас они вовсю заняты комиксами и короткометражками. Кстати, о фильмах. В сети стали появляться отзывы журналистов, посмотревших Лигу Справедливости. В целом, им кино более-менее понравилось. Публике зашел юмор и экшен. Да-да, в этом плане DC приблизились к Marvel. А вот никакущий главный злодей и ужасная компьютерная графика стали главными минусами. У нас на сайте уже есть подборка мнений в Твиттере от тех, кто посмотрел фильм. Ссылка в описании. Bluehole. Авторы Bottlegrounds'а показали новую MMORPG Ascent Infinite Realm. На трейлер больно смотреть глюки и падение фреймрейта есть прямо в нем. Сразу успокою фанатов PUBG. Поддержкой вашей игры с сентября занимается не Bluehole, а отдельная студия PUBG.Corp, так что хоронить ее рано. А так, новая игра выглядит как типичная корейская MMORPG, к тому же еще и сырая. Никто бы и не обратил на нее внимания, если бы не известный разработчик. Появился фанатский мод, добавляющий в третьего Ведьмака пролог из первой части. Глядишь, так моддеры и всю оригинальную игру перенесут. Ссылка на скачивание в описании. В интервью IGN Гильермо Дель Торо выразил надежду, что через пару недель Кодзима по дружбе покажет ему геймплей Death Stranding. Синьор Дель Торо, я тоже на это надеюсь. На сегодня все, ставь лайк, подписывайся, заходи на конопа.ру. Меня зовут Халатов Паша и до встречи на том же самом сайте.